Журналистская часть вашей деятельности, вот я за ней постоянно наблюдаю, мне интересно, потому что, ну понятно, как бы, то есть в одном конкурентном поле, мне интересно, потому что вы, как бы в этой деятельности, вы же там не профессиональный журналист, вот пришли вот так наскоком и, значит, там забираете у честных журналистов хлеб и так далее, я шучу. Нет, не шутите, потому что вы как-то критиковали меня в своем фейсбуке, а потом пост исчез, я понял, что он обо мне, про какого-то парня американского в клетчатой рубашке. Я не помню. Я помню. Честно, вот не помню, правда. Вы были с американским парнем? Нет, я брал интервью у Собчака, после этого появилась запись вашего фейсбука. У Собчак, про Собчак интервью сейчас спрошу, возможно, это был и о вас пост. Я помню, что мне это интервью не понравилось очень. Я понял, это из поста, который потом исчез. Да, да, да. И я скажу, все, я вспомнила эту историю. Я подумала, что... Я думаю, что вы ее и не забывали. Я вам скажу честно, нет, американский парень кличетой рубашке, я подумала, с каким американским парнем? Когда вы сказали Собчак, я вспомнила, что была такая история, и честно прямо признаюсь на камеру, что она была о вашем интервью. Это правда. Мне не понравилось интервью, потому что мне не понравилось, как она себя вела. Она была достаточно высокомерна, она как бы все время демонстрировала вам, так сказать, перенебрежение. А вы, как мне показалось, были, ну, как бы, очень излишне комплементарны в этом интервью. То есть ничего там жесткого вы у нее не спросили. В вашем случае каким-то образом, не понимаю, каким, кстати, соединился эпатаж, соединилась глубина мысли, динамика подачи и правильной гости. Каким образом это произошло? А вас же сейчас будут обвинять в комментариях под нашим интервью, что вы очень комплементарны. Вы сейчас комплементарны? А мы еще не закончили интервью. Хорошо. Я подумала, знаете, вот Дима Гордон, он такой человек, он любил там с детства фотографироваться со знаменитостями, со звездами и так далее. Что вас привело вот в эту часть журналистики? Не к интересным людям, не к людям, которые, как вы говорите, победители, а просто к селебрити. Вот у вас явно к ним такая тяга, да, там? Нет. Хакамада, Собчак, ну, много людей, которые, да. Кто еще? Продолжайте. Я снял 100 по моему интервью на канале, вы назвали Собчак из селебрити. Хакамада точно к ним не относится. А кто еще из селебрити? Ну, как это Хакамада к ним не относится? Абсолютно точно, Хакамада личный бизнес-коуч, причем по софт-скилсам, что достаточно редко сейчас. При этом она селебрити обязательно. Я бы ее селебрити с ней назвал. А в чем разница? Поясню. Меня не тянет к этим людям, но, как вы знаете, в Ютьюбе без хайпа ничего не работает. Значит, соответственно, я для себя принял некий формат своего проекта, что один раз в 10 интервью должен появляться кто-то не из бизнеса. Собчак, безусловно, мне была интересна именно тем, что, являясь наследницей определенных ресурсов своего отца, она не стала пользоваться его фамилией, а создала определенный свой бизнес. Хороший он, плохой, его могут осуждать. Конечно, мне тоже не все нравятся, все эти иммерсивные свадьбы, но ее. Но, тем не менее, я не осуждаю никого, просто мне не нравится. Так вот, но она создала некий продукт и некий проект, который максимально капитализирован. И это есть бизнес. То есть пора перестать относиться к инфобизнесменам с неким пренебрежением. Они тоже продают что-то. И они продают соцсетей. Который достиг успеха, к нему не нужно относиться с пренебрежением. А почему тогда к Собчак хотите относиться с пренебрежением? Кто вам это сказал? То есть вы не относитесь к ней с пренебрежением? Нет, конечно. Я отношусь к ней, я отдаю ей должное, но ее и за что кусать. Вы ее ни за что не укусили, ни за одну часть тела. Поэтому я удивилась комплементарностью этого интервью. Более того, когда она... То есть вы считаете, когда я ей задаю вопрос, в каких самых тяжелых условиях, и на что вам пришлось идти ради денег, в каких самых тяжелых условиях увели корпоратива, она отвечает, что не хочется это отвечать. Но да, я была в бане, например, подумала, что там будет корпоратив, а там просто место, где нужно было подготовиться. Это не острый вопрос. Она не только этим занималась. Ну, слушайте, как вам удалось стать таким гением? Это острый вопрос? Я понимаю, о чем вы говорите, но вы... Вы оставляете человеку возможность отвечать, что он вам хочет. А вопрос должен не оставлять такой возможности. Я с вами не соглашусь. Есть люди, и, к сожалению, от этого нельзя избавиться, которым я испытываю симпатию в момент интервью, и которым не испытываю симпатию в интервью, как человеку. Ответьте мне честно на такой вопрос. Вы хоть раз платили интервью? Нет, конечно, исключено. Не раз. Исключено, конечно, они будут... Ну, нет, но у Собчак есть такая практика. Она берет деньги за интервью. Исключено. Ну, это, собственно говоря, ее помощник об этом всегда говорит. У нее это есть в Инстаграме и так далее. Мне в моем случае никогда не будет в моей передаче людей, которым я буду платить за интервью. Дима Гордон спокойно говорит, что он платит за интервью. Нет, исключено. Ну, во-первых, я не... Более того, первое интервью... При всем уважении к Дмитрию Гордону, я не Дмитрий Гордон, в смысле того, что я не профессиональный журналист, в моей передаче точно не будет никогда двух людей. Никто мне никогда не заплатит за интервью, и никому я никогда не заплачу за интервью. У меня сейчас, после снятых 100 интервью, приблизительно еще 50 людей в очереди. Ай... Субтитры сделал DimaTorzok